МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси прошли командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии с участием органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Первый этап – заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям при Совете министров. Со всеми регионами республики была организована селекторная связь. Учение имеет республиканское значение. Их цель – помочь ответственным службам и ведомствам до автоматизма отработать алгоритм действий по ликвидации и предупреждению радиационных аварий и техногенных катастроф. Значимость этих учений обусловлена, естественно, строительством белорусской атомной электростанции. Просчитываются различные варианты функционирования, в том числе, возможно, какие-то аварийные ситуации. Кроме того, за пределами нашей области находятся следующие атомные станции, как Ровенская на Украине, Смоленская станция в России. Естественно, мы готовы должны быть к реагированию на различные чрезвычайные ситуации, которые там могут быть. Вводные задачи по учениям поступили в областной центр. Впоследствии их получили на одном из приграничных переходов, а также в Житковичском, Кармянском, Речицком, Светлогорском и Хойникском районах. Учения проводятся в соответствии с международными обязательствами. Согласно им, государства, вводящие в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики, должны провести серию соответствующих тренировок. В ходе учений детально изучен широкий перечень вопросов, в том числе взаимодействия с определенными странами и международными организациями. Возложены значительные задачи на коммунально-технические службы, в частности по обеззараживанию одежды, по обеззараживанию населения. Проводится комплекс мероприятий, дорожные службы участвуют, в частности по развертыванию санитарно-обмывочных пунктов. Проверяется готовность пункта выдачи средств индивидуальной защиты со складов резерва для населения, которые попадают в зону поражения. В Речице из-под завала осыпавшегося грунта работники МЧС вытащили двух жителей райцентра. Мужчины находились в траншее глубиной 2 метра, по грудь засыпанной песком. Есть кто-то там один? Я есть. Ну и вон, там будет звенщик. Сейчас упадет. Звонок в центр оперативного реагирования поступил на минувших выходных. На место происшествия выехали 6 единиц техники и 17 спасателей. Совместными усилиями они извлекли пострадавших и засыпавшиеся траншеи грунта одного за другим. Мужчины проводили земляные работы на территории одного из частных домовладений Речицы по улице Соболенко. Траншею они копали под фундамент и, по всей видимости, не позаботились о том, чтобы укрепить стены углубления. В 22 часа 32 минуты работник МЧС был извлечен из-под песка один из мужчин и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Спустя 10 минут работник МЧС из-под песка был извлечен хозяин подворья и также передан второй бригаде скорой медицинской помощи. Однако после осмотра мужчины госпитализации он не нуждался. Обвал грунта произошел в связи с тем, что стены траншеи были не укреплены. По этой причине люди оказались по грудь в песке. А в Мозырском районе водолаз Освода на пожаре спас двух человек. В деревне Свериновка на улице Центральной загорелся дом. Проживающий по соседству водолаз в это время находился на улице. Спасатель заметил, что из-под кровли дома идет дым. Ни секунды, ни медля он с головой окунулся в другую, мало знакомую для себя стихию. Зная, что в это время находится там хозяева, он проник внутрь и помог им выбраться наружу. В горящий дом водолазу пришлось пробираться дважды. Первый раз через дверь за хозяином, второй разбив стекло через оконный проем за хозяйкой. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, дом уже полностью был охвачен огнем. Спасенный хозяин 1954 года рождения вместе с супругой 60 года рождения находились на улице. Пожар был ликвидирован. В результате огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, а также повреждено имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации печного отопления. А вот пожар на улице с таким же названием, но в деревне Рубча Петриковского района, закончился с куда более трагическими последствиями. В ночь на 6 октября при ликвидации возгорания в частном доме был обнаружен труп хозяина. По прибытию первых подразделений к месту вызова деревянный жилой дом был полностью охвачен огнем. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения 1959 года рождения. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество внутри, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Статистика краж велосипедов в регионе по-прежнему остро волнует правоохранителей. Это, по сути, мелкое хищение для стражей правопорядка нашего региона является большой проблемой. К ней приводит беспечность веловладельцев. Многие оставляют свои велосипеды на велопарковках, не пристегивая технику замками. А также, полагаясь на наличие домофонных запорных устройств, оставляют двухколесные средства передвижения в подъездах. С начала года в регионе зарегистрировано 325 краж велосипедов. Это по-прежнему большое количество. В связи с этим милиционеры, работники отделов по чрезвычайным ситуациям и представители жилищно-коммунальных хозяйств провели в Гомеле комплекс специальных мероприятий, чтобы не допустить роста хищения велотехники. Они обследовали подъезды многоквартирных домов, владельцам беспечно оставленных велосипедов сделали замечания и провели профилактическую беседу с жильцами многоэтажек. Хотелось бы предупредить жильцам многоподъездных жилых домов о том, что оставление своих двухколесных транспортных средств в подъездах многоэтажных жилых домов влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 21.16 Кодексом Республики Беларусь административных правонарушения. Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Административная ответственность предусмотрена до 30 базовых величин. Госавтоинспекция до 26 октября проводит республиканскую профилактическую акцию «Время стать заметным». Ее задача в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимое соблюдение правил безопасного поведения на дороге и использование световозвращающих элементов. Маршруты рейдов сотрудники госавтоинспекции пролагают через участки, на которых наблюдается наибольшая активность пешеходов и интенсивное движение транспорта. В часы пик и в темное время суток будут отрабатываться нерегулируемые пешеходные переходы, а также улицы, на которых по статистике больше всего регистрируются наезды и прочие ДТП. Все аварийно опасные участки обследуют на предмет наличия необходимых технических средств организации дорожного движения. На сегодняшний день, согласно действующего законодательства, именно Административного кодекса Республики Беларусь, ответственность за данные виды правонарушений предусматривает от штрафа, от предупреждения штраф от одной до трех базовых величин. Инспекторы напомнят участникам дорожного движения о пользе фликеров. Обратят внимание на велосипедистов, подарят наиболее уязвимым участникам дорожного движения световозвращающие элементы. Люди пожилого возраста, которые ездят на велосипедах, те соблюдают. Ну, а молодежь по дороге все равно проезжает. Ну, не все, правда, но сейчас уже научились, потому что штраф-то не маленький, смотря для кого как. А вот молодежь ездит, посмотришь, эти вот типа велосипеды, эти новые, типа спортивные, едут по дороге другой раз. В Рогачеве вынесли приговор мужчине, который пытался застрелить из ружья мать и старшего брата. Суд признал его виновным в покушении на умышленное убийство и причинении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни. Решение судейской коллегии – 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также применение принудительного лечения от алкоголизма. Напомним, семейная ссора разыгралась в деревне Гутище Рогачевского района. После застолья, на котором не обошлось без спиртного, мать и ее младший сын вышли на улицу. В это время старший схватил охотничье ружье, перезарядил, вышел вслед за ними и стал целиться в близких. Прицельным выстрелом он ранил свою мать в живот, младший брат не пострадал. Осознав последствия, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в живот, но остался жив. Окончательно назначенное наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбытия его наказания. Приговор не вступил в законную силу, обжалован обвиняемым и его защитникам, а также опротестован государственным обвинителем. Сотрудники милиции прилагают максимум усилий по пресечению попыток незаконного распространения наркотических средств и употребления некурительных табачных изделий. В понедельник в Гомеле с Поличным задержали двух парней наркокурьеров интернет-магазина по продаже психотропов. Оперативникам из наркоконтроля поступила информация о том, что в Новобелецком районе замечены люди, которые в ночное время прячут какие-то пакетики в различных местах. Сомнений в том, что это закладчики психотропов у милиционеров не было. Началась работа по поиску и установлению личностей нарушителей. 15 октября в 10 часов вечера сотрудники наркоконтроля Новобелецкого РОВД и бойцы ОМОНа задержали двух гомельчан. Парни 98-го года рождения находились на остановке общественного транспорта 35-й микрорайон по улице Ильича в Гомеле. Друзей доставили в райотдел милиции, где провели личный обыск. У одного из задержанных обнаружено и изъято 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом желтого цвета общим весом более 10 граммов. Специалисты Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области провели экспертизу содержимого одного из пакетиков массой 1,19 грамма, которая показала, что кристаллообразное вещество содержит особо опасный психотроп, неиспользуемый в медицинских целях. Предварительно установлено, что один из парней, студент областного вуза, в поисках заработка разместил в сети интернет свое резюме и вскоре получил предложение от неизвестного человека. Заказчик объяснил, что работа не пыльная, но весьма рискованная. Студент понимал, что она противозаконная, но это его не остановило. Первый же выход с другом на закладки наркотиков стал последним для обоих. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. А жлобинские оперативники наркоконтроля изъяли у местного жителя свыше килограмма на свая. Суд уже определил наказание за противозаконные действия нигде не работающего гражданина. По решению суда жлобинского района в соответствии с частью 2 статьи 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь на мужчину был наложен штраф в размере 12 базовых величин. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok